Всем привет! Вот и выходные подкрались незаметно, а это значит самое время для нашего анонса. С ним вы точно найдете чем заняться в ближайшие дни. В субботу, 25 мая, в Щелковском районном культурном комплексе состоится концерт народного хореографического коллектива «Радуга». В своем творчестве коллектив неизменно следует традициям народного хореографического искусства. Начнется концерт в 14.00. Также в субботу вы можете присоединиться к занятиям по оздоровительной программе «Цигун», которые по традиции пройдут на набережной Серафима Саровского. Напомним, «Цигун» – это система, направленная на достижения и сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики. Погода обещает быть неплохой, поэтому надевайте удобную спортивную обувь и приходите. Начало в 12.00. В воскресенье в 10 утра в войска Подмосковья начнется открытый турнир по мини-футболу. А в 11.00 в спортивном клубе Литвинова стартуют соревнования по русскому жиму, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Куда пойти, решайте сами. Нам, кажется, интересно будет на любом из этих мероприятий. Напоследок немного о новинках кино. С 23 мая в кинотеатрах начали показывать ожидаемый многими фильм от Дисней «Аладдин». Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбу Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный». И этим человеком является никто иной, как сам Аладдин. А роль Джина в сказке, кстати, исполнил Уилл Смит. Сходите в кинотеатр и обязательно захватите с собой детей, им точно понравится. А вот на следующий фильм стоит идти исключительно взрослым. Триллер «Красивый, плохой и злой» расскажет об обаятельном и харизматичном молодом человеке Тедди, перед которым просто невозможно устоять. Очаровательная Элизабет влюбляется в главного героя. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное. Внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить в то, что он, этот нежный, умный и элегантный мужчина, маньяк-убийца? На сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. Встретимся через неделю. Хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»!